Дорогие коллеги, домашним заданием было сравнить небольшие тексты Рудольфа Арнхема и Пьера Франкостеля. С одной стороны, американский ученый немецкого происхождения, а с другой стороны, типичный, можно сказать, французский ученый. Между ними, конечно, много общего. Они почти сверстники. Франкостель родился в 1900 году и умер в 1970, а Арнхем в 1904 умер, родился и умер в 2007, то есть прожил больше 100 лет. Что, конечно, он сразу заставляет вспомнить, например, Гомбриха, который тоже прожил почти 100 лет, заставляет вспомнить многих других мэтров, например, знаменитого немецкого герменевта Гадемера или военного писателя и философа Юнгера. Таких фигур было много. То есть те, кто могли пережить тяжесть мировых войн и катаклизмов, те потом жили долго. И здесь, конечно, интересно, что они оба происходили из семей, связанных с искусством. Арнхем был сыном мастера по производству музыкальных инструментов, руководителя фирмы, то есть происходил из еврейской семьи, по традиции, изготавливавшей музыкальные инструменты. Франкостель происходил из семьи художественных критиков, и отец и мать занимались критикой искусства, писали в журналы. И самое интересное, что Франкостель вырос в Версальском дворце. Дело в том, что его отец писал диссертацию о Версале, о скульптуре, и поэтому ему разрешили просто в Версале поселиться, чтобы он каждый день ходил в Версаль как на работу. И мальчик рос именно в такой атмосфере. Тогда как Арнхем рос в несколько другой атмосфере, здесь нужно понимать, чем был Берлин в времен Первой мировой войны и после Первой мировой войны. Берлин был довольно космополитическим городом, то есть претендовал на то, чтобы быть одной из мировых космополитических столиц. Потом уже кризис этой идеи космополитического Берлина привел к нацистской реакции и к идее Берлина как германского города. Но как чисто германский город он, например, в 20-е годы не воспринимался. Наоборот, в Берлине возникли многие явления массовой культуры, которых у нас ассоциируются больше с американскими космополитическими городами, вроде джаза, действительно пришедшего из Америки, но джаз кабаре вовсю действовали в Берлине. И кинематографа, то есть Берлин с несколькими десятками частных киностудий претендовал быть киностолицей до того, как Голливуд окончательно вытеснил на этих ролях. Эту роль Берлина обычно представляют гротескно по фильму, допустим, кабаре или ночное портье, то есть как именно нацизм возревает в этом странном городе. Но тогда еще Берлин действительно воспринимался, когда только отгремела Первая мировая война, Берлин воспринимался как город выживший. Арнхейм начинал как кинокритик. Первая его книга немецкая, вышедшая в Берлине, была посвящена современному кинематографу. Это были колонки о кино, которые он вел в местной прессе. В 1933 году Арнхейм переехал в Рим, спасаясь от нацизма, и стал в Риме работать именно как киновед. Здесь он работал при Международном институте образовательного кино, который напрямую подчинялся Лиге наций. Управление им было в Париже, поэтому он не зависел от местных римских фашистских властей. И в 1936 году Арнхейм публикует в Лондоне книгу про радио, что делает его известным и в англоязычном мире. Свободно владея английским языком, он переезжает сначала в Великобританию, потом в США, где сначала работает исследователем радио. В частности, Арнхейм был первым теоретиком так называемых мыльных опер. Для нас мыльная опера, прежде всего, это ассоциируется с телевизионным сериалом, то есть с бульварной мелодрамой по телевизору. Тогда, еще до появления телевидения, как массового зрелища, мыльные оперы шли по радио. И первоначально так называли радиопостановки действительно с мелодраматическим сюжетом. Арнхейм исследовал их реальное воздействие на слушателей. Выяснилось, что... он выяснил, по каким причинам одни постановки производят влияние на слушателей, а другие не производят. И он открыл очень интересные закономерности. В частности, он открыл, что, допустим, если в постановке постоянно говорится здесь, сейчас, происходит прямо в это время и так далее, то такая радиопостановка начинает восприниматься как нечто очень значимое и воздействующее. То есть радио способно при определенных условиях создавать эффект присутствия. По сути дела, именно разожуждения об эффекте присутствия стали для Арнхейма основой его психологии, искусства. Представление о том, что существует определенное визуальное мышление, и что оно проявляется не только при взгляде на, собственно, визуальные произведения. Арнхейм доказывал, что визуальное мышление может действовать и когда мы что-то слышим, читаем в книге, или просто о чем-то размышляем. Что кроме непосредственного восприятия визуального, существует также визуализация. Карьера Франкостеля складывалась по-другому. Он, разумеется, сначала пошел по стопам отца, то есть был версалеведом. И, ну, его защита, она привела к тому, что он становится директором французского института в Варшаве. Причем довольно рано, в 30 лет. То есть, как и отец, он написал о Версале книгу. Эта книга была издана, вошла в канон книг, которые считаются нормой при изучении французского классицизма. И, значит, затем он начинает, значит, читать лекции в Варшаве. Здесь нужно понимать, чем была эта система французских институтов. Конечно, это были институты по пропаганде французской культуры. Но также это были единственные учреждения, которые могли транслировать образовательную систему Франции в другие страны. То есть, показывать, какова именно норма научной работы, сложившейся во Франции. Варшавский университет в межвоенное время, он, конечно, продолжал традиции, скорее, немецких университетов. И, так как и немецкие, и российские университеты, и они все строились по одному образцу, по образцу суисследовательского университета. Что очень отличалось от французской системы, где было важно именно чтение публичных лекций, длинных, и при этом передающих определенные терминологические навыки. То есть, лекция должна быть прописана, и в ней должна быть проведена предварительная терминологическая работа. В отличие от немецких профессоров, которые часто импровизировали, и которые иногда делали открытие и замечания прямо по ходу чтения лекций, Франкостель свои лекции писал и зачитывал. Он читал лекции по преимуществу по французскому искусству и о проблемах классицизма как такового. Главной мыслью Франкостеля в его варшавский период было то, что классицизм, он восходит непосредственно к ренессансному искусству, а именно к системе топосов, то есть к системе некоторых общих мест, которые потом в классицизме начинают мыслиться как нормативные, но которые были заданы уже в ренессансном искусстве. В частности, представление о симметричной композиции, соединение мифологизма и натурализма, определенного рода привязка искусства к официальной жизни, это все существовало уже в эпоху ренессанса. Этим трактовка Франкостеля отличалась от тогда принятых трактовок классицизма, особенно в Германии. Классицизма как уникального периода, связанного с деятельностью неких там творческих гениев. Допустим, для Франции драматургия Россина, там для Германии гораздо позже деятельность Гёте. То есть, когда классицизм мыслился как порождение некоторого нормирующего разума. Для Франкостеля было важно, что классицизм изобретается, но изобретается в рамках создания некоторых коллективных представлений. И этот термин коллективные представления, коллективные репрезентации, он являлся ключевым во всей его деятельности. Сам этот термин восходит к психологии Дюргейма, великого французского социолога, наверное, крупнейшего французского социолога. Обычно рассматривают триаду таких политических социологов Маркс, Вебер и Дюргейм. То есть, включают его в тройку лидеров. И вот как раз Дюргейм исследовал соотношение индивидуальной и коллективной психологии. И пришел к выводу, что коллективная психология это вовсе не психология толпы. Это не психология просто, в которой все люди заражаются одной эмоцией. А это определенный режим репрезентации. То есть, публика имеет свои представления о политике, о социальной жизни, отличающиеся от индивидуальных представлений и укрепляющие как бы позицию публики. Например, индивидуальный человек оценивает политика с точки зрения выгоды. Если мы выберем такого-то депутата, принесет ли он нам выгоду. Коллективные представления оценивают не столько с точки зрения выгоды, а с точки зрения благополучия. Допустим, этот депутат, он достаточно благополучен, чтобы жизнь наша также была благополучной. Поэтому психология коллектива отличается от психологии индивида, так как коллектив мыслит прежде всего в категориях самосохранения, самовоспроизводства, некоторого общих идеалов, разделяемого заведомо опыта. Ну, позицию коллектива, даже если считать, что она часто бывает со многими изъянами и недостатками, ни в коем случае нельзя сводить к психологии толпы. И здесь, собственно, этого ренессанса Веда и классициста Веда поддержал замечательно совершенно французский ученый Лусиен Февр. Это был профессор, собственно, колледж де Франс, самого престижного заведения в Париже. И он знаменит тем, что он основал журнал под названием «Аннале». «Анналь» – это французский журнал по истории, который до сих пор считается одним из самых престижных исторических журналов в мире. Даже говорят о так называемой «школе анналов», то есть тех ученых, которые регулярно публикуются в этом журнале. И особенностью этой школы является изучение «менталитэ», «ментальности», то есть господствующих в ту или иную эпоху коллективных представлений, определяющих поведение людей. Школа анналов разорвалась о старой историографии – событийной, в которой развитие истории определялось событиями или действиями властей – войнами, реформами, официальными инициативами и так далее. Такая история была воспринята как просто способ описания событий, но не как действительное объяснение событий. Аналисты стали указывать, что…